Мы тут к вам с новосибирского транзита. Если вы не ходили на фестиваль, мы вам его принесли в уши прямо вместе с нашими гостями. Это главные режиссеры все разных театров. Во-первых, главный режиссер Кемеровского театра драмы Антон Безъязыков. Доброе утро. Доброе утро. Это главный режиссер Кемеровского театра драмы Пётр Незлученко. Доброе утро. А главное, все они бородатые и усатые, что я заметила. Вот такое совпадение. У меня сейчас в студии 5 бородатых и усатых мужчин, учитывая еще наших коллег с радио. Я не знаю, куда бежать. Мы пытались еще привезти, но они не собрались. Тоже бородатые, тоже усатые. А что случилось? В барбершоп не успели сходить. Они побоялись, что микрофонов не ходят. А, вот оно. Правильно, побоялись. Правильно, побоялись. Давайте начинать. Новосибирский транзит. Фестиваль огромный. Он проводится уже не в первый раз. Расскажите, кто из вас в первый раз на нем? Никого. Какие тишина. Здесь уже опытные люди. И как только они вошли... Есть только второй раз. Так, ой, так скромненько. Серовский театр второй раз на фестивале. Смотрите-ка, как только зашли наши гости в студию, нам сразу сказали, человек, который видел все спектакли, это Павел. Это вранье. Вранье. Но выяснилось. Вранье и провокация. Целых три он не видел. Хорошо. Но видите, в чем дело. Павел не привез спектакль, он приехал как гость. А Антон и Петр, они привезли спектакли из своих театров. И расскажите, вам-то удалось посмотреть другие спектакли, или вы были сильно заняты своими ребятами? Я почти все смотрел. Почти все смотрел. А Петр? Конечно, удалось. Кроме одного дня подготовки показа своего спектакля. Вот сейчас, когда еще неизвестно, кто победил, вы увидели большинство спектаклей, все трое. Как вы считаете? Давайте делать ставки. Вам кажется, кто в чем победил? Что понравилось, да. Что понравилось больше всего. Кого вы отметили? Можно... Я разрешаю голосовать за свой спектакль, это нормально. Давайте-ка начнем от меня по очереди, Петр. Ну, дружба же, конечно, побеждает. Ну, это понятно. Такой спектакль есть? Нет, такого спектакля нет, но есть дружба театров на фестивале. Да ладно, фестиваль... Дружба-дружба, обмен опытом, обмен опытом. Но есть же конкуренция какая-то. Есть соревновательный момент, от этого не деться никуда. Дружба на фестивале реальный театр, где нет никаких наград, а тут никакой дружбы быть не может. Так что, Петр, давай, давай, давай. Вот, 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 вот. Ну, как вы, вы можете не говорить, кто вы считаете, что победил. Просто скажите о том спектакле, который вас что-то оставил больше других. Ну, наверное, об одном-то будет сложно сказать. Ну, парочку назовите. Ну, только не говорите, что все были классные. Вчера было потрясающее впечатление пианистами в театре «Глобус». Театр «Глобус». Что именно вам понравилось? Режиссуры, актеры, сценические решения, сценография какая-то? Ну, нет, там все это вкупе, конечно. Очень здорово было. Было очень ощущение такого пронзительного, пронзительной жалости к людям. Там, в которых живет музыка и только музыка. Но при этом музыки там практически нет, можно так сказать. Ну, там никто не играет. Все думают, что там играет на фортепиано. Там нет фортепиано, никто не играет. Ну, там способ существования такой, что там произнесение текста, как будто это клавиши фортепиано. Вот такое впечатление. Вы что-то взяли для себя, для работы дальнейшей в своем театре? Раз уж мы начали говорить, что это дружба театров, обмен опытом. Что взяли для себя домой, что увезете? Ну, плагиат не приветствуется. Ну, нет, я не про то. Не надо, конечно. Конечно, конечно. Нет, ну, в фестивале увозишь вдохновение. Какие-то у вас появились новые идеи, может быть? Что-то вы захотели поставить у себя в театре? Ну, там была лампа такая интересная. Вот хочется поставить ее у себя в театре. Мы поставим на стол в кабинете. Поставим чайник. Пока Петр думает, мне кажется, он немножко в замешательстве. Давайте Антон продолжит. Что в вашей душе режиссерский след оставило, что вас впечатлило? Ну, мне кажется, так просто не ответить, потому что... Ответьте сложнее. Мы люди образованные. Постараемся понять. Не спорт, где сколько голов забил, столько мест получил. Тут сложнее все, поэтому я не могу говорить за жюри, что оно выберет, но то, что мне показалось важным, это спектакль искупления омской драмы. Мне кажется, все там от выбора материала и до режиссерской работы. Это если про большую сцену говорить. А можете в двух словах про сюжет, потому что это спектакль не нашего театра, не новосибирского, мы его не знаем. Быстренько, коротко, два слова. Это неблагодатное дело пересказывать сюжет, тем более такой сложной истории, как бы даже не возьмусь. Ну, просто о чем? О любви, о дружбе, о... Обо всем. Обо всем. Слишком много всего. Хорошо. Да. И пианисты вчерашние тоже я поддержу здесь Петра. Мне кажется, очень замечательная работа. Прекрасна она тем, что я сидел и понимал, что я не понимаю, как это сделано, я так не умею. И вот эта загадка для меня так осталась загадкой. Какая-то магия театра, то, что называется. Это прекрасно, когда такое возникает. Антон, а вот с другой стороны, если подойти, ваш спектакль, который вы привезли, доходное место. Да. В конкурсной программе он участвовал и на сцене Старого дома вы ставили. Нет. А, и на сцене, да, и в Старом доме я ставил, да. Вот вы как себя чувствуете после показа? Все удалось? Не все? Есть замечания какие-то? Как на душе спокойно? Чистая совесть? Ну, совесть-то чистая, конечно. Ну, как всегда, это чужая площадка, что-то случилось, что-то не случилось, это нормально, опять же, делом живым занимаемся. Но в целом вы свою команду похвалили? Или поругали? Ну, скорее похвалил, наверное. Вот еще впереди все, потому что сейчас пока праздник, приедем домой, будем разбираться. Анализировать. Анализировать, да. Ждет всех разборка. Разговариваю, да. Сегодня последний день фестиваля. Сегодня по Новосибирске. После рекламы вернемся и поговорим еще. Павел нам расскажет, что он видел. Мы пытаемся увидеть наш новосибирский транзит, фестиваль театральный глазами режиссеров из других театров, из других городов. Я пытаюсь понять, понравилось мне или нет, пока говорят все, что очень все было хорошо. У нас в гостях Антон Безъязыков, Павел Зобнин и Петр Незлученко. Павел еще не высказался относительно программы, что оставило след в его душе. Павел, пожалуйста. Ну, я поддержу коллег. В первую очередь, конечно, это любимая моя умская драма, родина моя театральная, которая провела свой лучший спектакль. Патриотизм сыграл. Нет, это действительно их лучший спектакль, искупление Алексея Крикливого. Здоровенная такая фреска на 4 часа. Я поддержу Апетек Антона. Я тоже так не умею, как и работает Леша. Настолько тонко по разбору, по всему, по работе с текстом, очень сложным Гринштейна. Тем более, что я конкретно это произведение не читал. Но актеры... Захотелось после спектакля. Очень захотелось. Актеры говорят, что когда мы открыли роман, когда он, например, Леша принес его в театр, мы сказали, а как это вообще можно поставить? Это вообще можно ставить? Это что-то, это как? Наверное, режиссерам очень льстит, когда все говорят, что, ой, это что возможно поставить, а они берут и составят, да? Безусловно. Как режиссер, расскажите мне это так. Безусловно. И к удивлению, опять-таки, со слов актеров, с которыми я много общался, я недавно там работал, Леша действительно поставил весь роман. Не сделал там какую-то выжимку, сценировку, ничего-то там перелопатил. Он поставил вот эту сложную прозу, перевел ее на сценический язык. И то же самое можно сказать о пианистах, потому что это тоже работа с прозой, это не пьеса. И то, что сделал Боря, насколько он перенес именно атмосферу не только музыки, но и текста. Потому что музыка там именно через текст, через реплики, через паузы, через восприятие персонажей. И такое ощущение, что ты ее действительно слышишь. Хотя ее действительно в спектакле нет. Магия. Да. И как Боря это сделал, я, честно говоря, тоже поддержу, не понимаю. Вчера мы с ним об этом разговаривали после капустника на праздновании очередного дня фестиваля. Это так прекрасно, когда коллеги и одновременно конкуренты могут так вдохновенно говорить о работе друг друга. Учитывая, что еще... Да, но все-таки еще могу сказать, конечно, безумно обрадовал Лиса Сибирск. Олег Липовецкий... Там что была за вещь? Это были «Мертвые души» на трех артистах. Интерпретированные? На трех артистах. Опять-таки, практически все произведение, ощущение, что только не было там и просто приятное, да, приятное в всех отношениях, что странно, потому что они могли бы их, по-моему, уже туда поткнуть. Хотя и так спектакль шел три с лишним часа, но... Устать от этого было невозможно. Хотелось, чтобы они еще, еще и еще играли с этими перевоплощениями бесконечными. Сибирцы молодцы. Что касается обменопытом, да, есть такие ситуации, что с кем-то хочется поработать? Забрать к себе каких-то актеров? Может быть, с актерами, может быть, да. Происходит такое во время фестиваля? Ну, то, что актеров хочется забрать, это, я думаю, как раз не очень этично об этом говорить. Да ладно, какая этика! И кто вас не слушает, за театралы спят еще рано. Ну, а по поводу совместных работ режиссерских... А по поводу совместных работ режиссерских мы уже давно начали, собственно говоря, с некоторыми коллегами мы именно на отразитель познакомились. А такое бывает, что два режиссера ставят один спектакль? Ну, конечно, конечно, Настя, а почему нет? Одно, я... Милочку. Два режиссера один спектакль, но это редко, но бывает. Два режиссера один спектакль не знаю, а вот три режиссера один спектакль. Это почаще. На троих сообразить проще. У вас в городе есть прекрасный спектакль «Песни о Родине», поставленный Павлом Мюшаком, Дмитрием Егоровым, Алексеем Витривым. Стыжусь, схожу. Это театральная компания «Гамма» и совместное производство, собственно, первого театра, томского «Тюза», не побоюсь этого слова, и театр «Глобус». Они действительно, ребята взяли три произведения, три рассказа из современной прозы. Я не помню, кто первый, второй — «Пригов» и третий — «Пелевин». И это прекрасный спектакль. Он был на прошлом, на Новосибирском транзите. И даже что-то получилось. Ну, на это мы еще сходим, потому что это у нас в городе. А вот Петр привез спектакль, который называется, «Внимание, с училища». С училища? О чем спектакль? Коротко можно? Ой, коротко о чем? Ну что вы? Если про сюжет... Да. Ну, сюжет может, конечно, испугать, шокировать на первую очередь. Меня уже название испугало, слишком шокировало. Об отношениях, ну, давайте так скажем, учителя и ученицы, преподавателя философии. Категория 18+, у спектакля? 18+,? Да, да, 18+. Все понятно? Ну, априорито. Ну, в оригинале могу добавить, что слово «сто из училища», между «с» и «у» есть пробел. Пробел, конечно. Но, опять же, режиссер Петр Шерешинский решил пробел в названии спектакля убрать. Красиво смотрится. Таким образом выражает свое отношение, видимо, к некоторым персонажам этой пьесы. А вот и к вам, Петр, вопрос, и к вам, Антон, тоже, соответственно, надеюсь, подхватите. Как выбирается материал для таких фестивалей? Вы просто везете самое лучшее, что есть? Или как-то по теме? Или как вот вы выбрали, Петр, и как вы, Антон, это сделали? Нет, нет, там по-другому. Как это делаешь? Что за процесс? А, бумажки, на каждом написано спектакль. Бросайте, да, вытягивайте. Голосование среди актеров проходит? У фестиваля, помимо жюри, есть еще экспертный совет, который состоит из театральных критиков. То есть это выбрали не главные режиссеры? Да, выбрали не главные режиссеры. Это выбрали театральные критики. Сначала отправляется видеозапись спектакля, который театру кажется достойным на участие в фестивале. После этого театральными экспертами отсматривается эта видеозапись. После этого принимается решение, стоит ли от кого-то отправлять одного, иногда двух экспертов непосредственно в город, для того, чтобы они посмотрели спектакль на площадке. Они смотрят на площадке, после этого собираются, какое-то у них совещание, планерка, круглый стол, на котором они решают, какие спектакли поет, какие не поет. Это бывает очень обидно, когда потом мы уже постфактом узнаем, что какому-то спектаклю не хватило одного голоса для того, чтобы он попал. Да, такое бывает. Такой сложный выбор, на самом деле. Да, сложный. Это на самом деле очень... Поэтому достаточно высокая планка у этого фестиваля, попасть на него не так просто, что мы поставили спектакль, нам кажется, он достоин фестиваля, давайте его... Ну, слушайте, все равно экспертный... Вот Томский тюз не прошел, да? Да, мы два спектакля подавали. Вот. Серовский театр пытался попасть с самого начала, который фестиваль появился на свет вообще. И вот только... Только сейчас? Нет. Второй раз. Прошлый фестиваль, да? Более того, в прошлом фестивале все-таки...